Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 27 мая по 2 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И в нашем еженедельном Таро-прогнозе мы зададим наши вопросы. Определить, что на этой неделе для вас будет наиболее важно, актуально, что скрыто, какие неожиданности возможны. Будем, конечно, реалистами. Всегда об этом говорю, потому что любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы получите. Это правда, каждый думает о своем. И у каждого какая-то своя идея в голове, тузжезлов. Это как импульс или инсайт, или назовите это Эврика. Вот вы увидите для себя какую-то либо траекторию движения, либо как поступить со сложными отношениями, тройка мечей. Это когда прежде было предательство, какой-то, ну, знаете, сложный период жизни. Может быть, это были обстоятельства непреодолимой силы. Когда мы не могли влиять. Либо мы не могли влиять на людей, либо мы не могли влиять на какие-то обстоятельства. Но вот эти события, они нас в корне изменили. И какой-то период мы были в стопоре. И вот теперь выход из этого положения, из этого состояния души, если хотите, может быть, и разума, когда мы в прежний период жизни долго прокручивали вот эту самую историю, не имея возможности что-то изменить, ну, и не могли себя к этому адаптировать. Оно нас держало еще. И вот здесь, это первое какое-то зерно, когда мы выходим из этого состояния. Или, мои дорогие козероги, вы не могли решить тоже какой-то вопрос. Значит, пусть это будет более мелкий, не такой глобальный вопрос. Но на этой неделе вы точно с чем-то можете определиться. Может быть, это определение будет касаться того, что я окончательно в прошлое закрываю дверь. Или я выхожу из каких-то тягостных отношений, обременительных обязательств. Или я определяюсь по работе. Я теперь определяюсь, откуда ко мне будут приходить деньги, или как я буду зарабатывать. Может быть, по профессии определяюсь. Разные могут быть определения, но туз жезлов – это вот начало ваших каких-то решений. И последующим каких-то свершений. Тут, правда, пас жезлов, посмотрите на дне колоды. Так у нас получилось. И девушка подбросила жезл в воздух, жезл очертил круг, и какой-то этап вашей жизни заканчивается. И вы уже точно знаете, чем вы теперь будете заниматься. Или какое направление вам интересно. Или как решить мне конкретный вопрос. Прошлое не имеет никакого значения. Выход из… Может быть, это не за одну минуту, не за один момент, не за один день или неделю, но больше оптимизма приходит, больше силы, больше вдохновения в вашу жизнь. Выход из вот этого подвешенного состояния, или как по тройке мечей, из сложных, тягостных эмоций, которые вас долгое время не оставляли. У кого-то это может быть связано как раз с личной жизнью, или с конкретным человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион, может быть и так, или имеет там асцендент, и по рыцарю мечей вы можете куда-то отправиться, к примеру. Или вы получаете новость. У кого-то, мои дорогие, будьте внимательны, может быть такое, приходит проверяющий на работу, но тогда для вас этот проверяющий будет как будто со знаком плюс. Вы как раз свои профессиональные качества лучшее можете продемонстрировать, и вас заметят. Более того, есть способ, возможность, к примеру, увеличить свой доход, или может быть это вы по части финансовых своих вложений, трат, заработков будете принимать решение, как я теперь буду зарабатывать, или есть возможность, в принципе, решить какой-то финансовый вопрос. Может быть он у кого-то касается вашей личной жизни, или вашего, ну как имущества, недвижимости. С чем-то вы тут будете определяться, но деньги есть, и знаете, может быть какой-то важный человек в вашей жизни, или по карте император, вы пойдете в инстанции согласовывать как раз какие-то бумаги, документы, или может появиться, или уже есть такой человек, может быть это ваш партнер, который вам будет чем-то либо помогать, либо даст какой-то совет, может быть это и друг, но по карте император, это карта власти, для кого-то новая должность, правда, может проиграться на этой неделе, или как смена парадигмы заработка, вот я уже сказала, и это на долгий период времени, наверное, вот пока Плутон, он в ноябре окончательно перейдет в знак Зодиака Водолей, и Плутон Водолей это совершенно другое, нежели то, что было в вашем знаке, это больше свободы, в первую очередь, это индивидуальность, и когда мы можем совершить какой-то даже сумасшедший проект, сияйте как звезда, рост популярности, может быть, благодаря вашему принятому какому-то решению на этой неделе, тут правда сплошной позитив, и выход вот из этого, недостатка по пятерке Пентаклей, когда либо холодность в взаимоотношениях была, либо сами отношения были уже деструктивные, или была какая-то финансовая пауза, финансовая зависимость, что бы тут ни было, у каждого в своей сфере проиграется, но посмотрите, все карты, сколько я уже достала со дна, говорят о том, что как момент перехода, и возможность осуществить то, что вам хотелось, мечталось, мои дорогие, еще прогноз мы с вами не сделали, но так карты легли, прямо вот торопится вам что-то сказать, выбор вам нужно сделать, посмотрите, от этого зависит ваш успех, тут какая-то кульминация, как правда на удобный случай, или встреча с нужным человеком, или будьте внимательны к своим мыслям, я сказала инсайт, туз Жезлов у вас все же перевернулся, когда вы с чем-то определитесь, но это да, это выбор, и он должен быть, знаете, такой филигранно точный, и не оглядывайтесь назад, полный вперед, по карте колесница, мы как раз мчимся вперед, набираем темп, хотя для кого-то из вас, конкретный переезд, и очень далеко, и может быть в связи с этим, какие-то важные решения, оформление документов, или смена должности вашей, или смена деятельности, ну или в личной жизни, к вам кто-то приезжает, может быть и так, одним словом, жизнь как-то набирает темп, и начинает бить ключом, самое главное, чтобы этот ключ держать в руках, мои дорогие, есть такая не очень хорошая пословица, поэтому удерживать вам какую-то ситуацию придется, этот факт, все контролировать тоже придется, но это уже с большим оптимизмом, и когда мы, знаете, нам хочется видеть краски жизни, вот, нам хочется узнавать людей, нам хочется знакомиться, нам хочется привнести, что-то доброе, светлое в нашу жизнь, и так, ладно, давайте я сама достану, что важно знать, неожиданности, чего не избежать, чему сейчас не время, что вам может помешать, что же, какие энергии вам будут помогать, что скрыто, и по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, финансы, личная жизнь, что же важно в итоге знать, правда, работа с информацией, информация может быть ложной, люди могут быть совершенно разные на этой неделе, могут быть те люди, которые, по этой карте есть определенный такой пункт, как человек, который ненадежный, он какими-то детскими, словно качествами обладает, и пусть это персона достаточно почтенного возраста, но вы можете с таким тоже столкнуться, на которого невозможно положиться, утром он думает одно, вечером он думает другое, он принимает какие-то решения, нарушая прежние договоренности, и поэтому кто-то, или для кого-то из вас, это может проиграться, как конкретный человек, помимо всего прочего, я сказала про информацию, и мы ее должны перепроверять, или это вы сами инициируете, ищите выход из создавшегося положения, или узнаете, как вам оформить какой-то документ, подписать соглашение, но самое главное, что важно знать, мы не основываемся на первой новости, а мы, если что-то услышали, мы перепроверяем, и надеемся на себя, неожиданности, правда, королева жезлов, это та, которую жизнь не раз ставила на колени, но она каждый раз поднималась, и этот опыт научил ее о себе много не рассказывать, она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие, вы можете, кстати, столкнуться с таким человеком, буквально который родился под знаком зодиака, стихии огня, овен, лев, стрелец, или имеет там асцендент, это очень притягательные люди, они обладают определенным магнетизмом, с ними хочется дружить, с ними хочется общаться, но при этом, помните, мы сказали, она умеет хранить тайны, вы никогда не узнаете, что же задумала королева жезлов, она это держит при себе, при том, при всем, что она лояльна к миру, она общительна, она умеет правильно распорядиться деньгами, это сильная позиция, и для кого-то из вас, это вы будете в таких энергиях, и пусть это в неожиданностях, вас обстоятельства заставят быть в таких энергиях, и возможно, вы самому себе где-то удивитесь, что о себе не подозревал, что оказывается, у меня есть такие навыки, таланты, здесь себя как-то по-новому раскрыть, а для кого-то это будет человек, которого я описала, чему сейчас не время, рисковать собой, рисковать своим добрым именем, положением, у вас сильная позиция, правда, шестерка жезлов, но эта карта говорит нам о чем, не время брать ответственность, например, но все же, когда нам приходится сохранять все то, что мы имеем, чего мы достигли, сохранять, иными словами, победу, и быть внимательным к деталям, не время, ведь по этой карте мы чувствуем в себе силу, и самоуверенность – это прекрасное качество, но иногда оно переходит в самонадеянность, и вы сильные люди, вы можете включиться просто в какой-то вопрос, или с учетом пятерки жезлов, вас могут втянуть, видя, что вы многие вопросы решаете, а вы люди надежные, а вам как будто этим даже и не стоит заниматься, и время тратить, и для кого-то вот так тоже может быть, больше концентрация на себе, и на том, что вы хотите осуществить, что вам помогает, может быть и человек конкретный, правда, вы можете быть в других энергиях на этой неделе, у вас выпала пара, и решать какие-то вопросы по части личной жизни, причем решать их объективно, и в то же время, не нарушая собственного какого-то гомеостаза, продумывая свои личные, как амбиции, амбиции, устремления, не наступая на горло собственной песни, вы можете столкнуться с конкретным человеком, который, пока вот как по этой карте, король жезлов, это у нас харизматичный лидер, но все равно нам тогда говорят, оставайтесь на своей волне, вы будете тоже где-то в этих же энергиях, но я бы не сказала, что на короля жезлов мы можем положиться, это люди амбициозные достаточно, но они свои амбиции все же держат на первых позициях, поэтому общение может быть полезно, но сказать, что мы где-то соглашаемся в ущерб себе, я не могу, и тогда вот это где-то огненность, как по королеве жезлов, импульсность, когда мы верим в собственные силы, но с другой стороны, имеем богатый опыт, чтобы себе не навредить и что-то удержать, как раз какой-то вопрос вы сумеете либо решить, либо для себя прояснить, или, мои дорогие, у кого-то конкретная встреча с человеком, или общение с человеком, и тогда пятерка жезлов может для кого-то охарактеризовывать этого человека, что нет, доверяй-ка ты козерог самому себе или самой себе, потому что есть персона, ну, которая еще пока непонятно, что от нее ожидать, у кого-то и так, поэтому действительно шестерка жезлов, не время рисковать собой, что скрыто ваше солнце, у вас на кону какие-то возможности, которые вы не должны упустить, не должны упустить, хотя бы потому, что вы начнете заниматься теми вопросами, которые вам не нужны, или переключите свое внимание на ту сферу деятельности, или откликнитесь на какую-то просьбу, с головой идете в эту работу, или в осуществление какого-то проекта, а у вас что-то свое, доброе, светлое на кону, ваша задача видеть ваше солнце, ведь это карта выбора правильного направления, месяцев на шесть, поэтому можно сказать, это до конца 2024 года, вы как будто с чем-то должны определиться, прекрасная карта, и вся эта задача, вот этим солнцем своим не рисковать, у вас что-то меняется в вашей судьбе, в вашей карме, мои дорогие газироги, постепенно какие-то проблемы отступают, не случайно весь этот ряд карт, которые у вас выпал до самого расклада, вас как будто переориентируют в другом направлении, переключают вас на другие мысли, на мир, на сам, на возможности, на более яркие краски жизни, или на другой кругозор, дела работы бизнес, вот он вам император, правда, вы можете пойти согласовывать какие-то документы, и по карте император, и кстати, у нас выпала пара король жезлов и королева жезлов, это для кого-то из вас будут согласования с вашим партнером, может быть, по части личной жизни, какие-то вопросы, которые требуют подписания документов, или еще каких-либо оформлений, или может быть договоренностей, у вас старшие арканы, мои дорогие, и здесь вы вообще для себя можете, у кого-то ведь это правда может быть, как должность, построение карьеры, когда мы уважаем власть, вот это важно будет на этой неделе, не прыгаем через голову начальника, или не перепрыгиваем через ступенчатость и иерархия, проходим вот все по пунктам, этапы, если нам нужно что-то согласовать, и пусть это даже где-то растягивается, вот здесь может быть какая-то пауза, не просто пауза, а, ну, когда нужно подождать, допустим, пока будет готова одна бумага, потом мы планомерно выполняем следующий этап, или идем дальше, там подписываем следующий документ, так, значит, надо вот именно пройти все эти пути, нет смысла доказывать или кому-то что-то объяснять на этой неделе, потому что если мы уважаем власть, если мы больше лояльны где-то с чиновниками, или сильными мира сего, у каждого тут по-своему, тогда они нам помогают, и может быть, кстати, это будет тот человек, который будет вам помогать, может быть, проиграется король жезлов, как вот энергия вот этого императора, когда вам удастся осуществить какое-то дело, решить вопрос, или подписать документ, или получить какой-то, наконец, документ, или это ваша сильная позиция. Король Пентакли, это вы сами, это ваша энергетика, деньги есть, нам об этом говорят, но король Пентакли великий консерватор, и в данном случае на деньги это прекрасно, потому что весь верхний ряд карт, да и вот эти близлежащие старшие арканы говорят больше нам о сохранении, поэтому по деньгам вот так, кратчительным хозяином быть, но деньги есть, и какой-то, может быть, траты последующие, или как вы приложите эти финансовые возможности свои, куда вы потратите, у каждого по-своему, но здесь тоже король Пентакли, он не делает ничего на импульсе, он рассматривает, просчитывает, определяется, размышляет, высчитывает свои риски, и потом только принимает решение, поэтому на деньги очень благоприятная карта, личная жизнь, мои дорогие, еще раз нам про деньги, шестерка Пентакли, любая шесть это победа, по нумерологии, все движение происходит в шесть этапов, или в шесть стадий, и шесть это завершение, или это какой-то итог, кто-то из вас может получить гонорар, или работа была выполнена, но деньги все никак не поступали, правда деньги приходят, для кого-то из вас, может быть, вам нужно, необходимо с учетом карты императора, заплатить налоги, или подать декларацию, вот все вместе, и вы будете как и себя сохранять, как и финансы, так вот красиво, какой-то документ составлять, чтобы не было возврата, к примеру, на доработку, но по шестерке Пентакли, это тоже тот успех, и деньги есть, и на последующий период, но иногда еще эта карта нам говорит о своеобразной помощи высших сил, или знаете, как знаки судьбы, назовите это карма, когда у нас действительно период сам по себе жизни, удачен для того, чтобы мы смогли что-то осуществить, это не значит, что мы расслабляемся, нет, но карта дополняет возможности, когда, знаете, как какие-то дороги для вас сходятся в одной точке, и это как получить должность, договориться с вашими близкими, или если вы человек семейный, или просто даже не семейный, но вы имеете свои какие-то задачи по части личной жизни, либо по части вашего дома, вашего места проживания, или ваши амбициозные планы по поводу бизнеса, начало какого-то нового дела, изучение, у вас же на кону солнце, понимаете, и здесь словно тогда высшие силы и ангелы вам помогают, единственное, о чем нам говорит карта, к вам могут обратиться, мои дорогие козероги, дай мне денег, одолжи, я тебе верну завтра, не давайте, когда выпадает шестерка пентаклей, это если у вас сложное положение финансовое, и вам нужно закрыть вопрос какой-то, брешь финансовую, вот с учетом этих карт, вы сумеете найти человека, который вам поможет, или вы сумеете найти деньги, вот то, что приходит к вам, мы удерживаем, но то, что мы сами как-то распыляем средства, то нет, и если по части дать кому-то в долг, будь аккуратен, помни, рука дающего, завтра может стать рукой просящего, перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин